МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чебоксарах заработал новый инфекционный стационар городской детской больницы номер 2. Строителям безмолвных рубежей Российское военно-историческое общество объявило открытый конкурс на разработку лучшего проекта мемориала в Чувашии. На заседании республиканского оперативного штаба обсудили текущую обстановку по заболеванию коронавирусной инфекцией. На повестке дня были и другие вопросы. Рост заболеваний опасным вирусом продолжается. За последние сутки выявлен 81 новый случай. 124 человека выздоровели, 5 раскончались. Разумеется, возник вопрос и о праздновании Нового года. По проведению банкета все сказано до следующих распоряжений. И, скорее всего, судя по ситуации, на Новый год лучше не готовиться никому. Чтобы всем было понятно, мы уже приняли решение, что мы тоже все массовые мероприятия на Новый год отменяем. Еще одна важная тема – ситуация с лекарствами в регионе. Министр сообщил, что разработан алгоритм обеспечения нужными препаратами граждан с диагнозом COVID в амбулаторном сегменте. Первые поставки в Республику лекарственных препаратов ожидаются 17-20 ноября. Что касается коечного фонда, то ресурсы постоянно пополняются. Кроме тех 80 коек, которые приступили к работе на этой неделе в Баттерской ЦРБ, на следующей неделе, с начала следующей недели, приступает 145 коек Канашской центральной районной больницы. Более того, направлено письмо в Чуваший курорт с просьбой определения количества возможно предоставляемых коек, сколько нужно будет оснащать их непосредственно оборудованием и какой кадровый потенциал нужно будет готовить. Эта работа тоже проводится. Ульяна Питакова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии с начала учебного года зарегистрировано 132 случая COVID-19. Причем как среди учеников, так и среди педагогических работников. В некоторых республиканских периодических изданиях появилась информация, что ученики заражаются от педагогов. Ни в Роспотребнадзоре, ни в Минздраве, ни в Минобразовании Чувашии с этим не согласны. Это заявление по меньшей мере некорректно считают в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день у нас 31 активный очаг, в том числе в 4 детских садах, 25 школах и в 2 среднеспециальных учебных заведениях. К сожалению, болеют у нас как и дети, так и учителя. И источником заражения является тот, кто заболел первый. Например, в 25 школах, которые сейчас являются активными, в 18 первыми заболели дети, а в 7 заболели работники. И поэтому говорить о том, что только учителя могут быть источником заражения в образовательных учреждениях, не совсем верно. Из-за пандемии в школах республики введен обязательный утренний фильтр. Измерение температуры, санитарная обработка рук, его проходят и ученики, и учителя. Кабинетная система, по которой ученики переходят в предметную аудиторию, отменена. Ребята сидят в одном классе, выходя только на время проветривания. Все школы оснащены рециркуляторами воздуха. Если вдруг в течение дня выявляется ребенок с температурой, его немедленно изолируют до прихода родителей. В случае, если коронавирус диагностирован, принимаются еще более жесткие меры. Если в каком-то из классов обнаруживается ребенок, который себя плохо чувствует или подтвердился коронавирус, то с момента постановки диагноза, подтверждения, этот класс на две недели уходит на карантин. Минздравич, и Ваши напомнили, родители должны следить за тем, чтобы дети выполняли все меры предосторожности. Кроме того, необходимо соблюдать запреты, в частности, на пребывание детей в торговых центрах и все рекомендации. Кстати, именно дети чаще всего болеют бессимптомно и могут быть источником заражения. Хочется сказать, чтобы наши дети не посещали своих бабушек и дедушек, находились дома, не посещали общественные места, не катались на автотранспорте, на маршрутках. Они очень любят у нас еще кататься на троллейбусах. Поэтому, если даже Ваши дети вышли на улицу, то необходимо, чтобы они носили маски в школе, в транспорте, в магазинах. Очень часто мыли руки. Даже придя домой и заходя в лифт, дети должны носить маски. Потому что лифт – это непроветриваемое помещение. И там после больного человека можно точно так же заразиться коронавирусной инфекцией. После небольшого перерыва в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой пришлось вернуться к дезинфекции общественных мест, в том числе и столичного железнодорожного вокзала. О гарантиях безопасности в нашем сюжете. Вокзал – одно из самых людных мест, встречающие и провожающие сами пассажиры. Непрерывный поток людей увеличивает риски заражения опасным вирусом. Обработка рук, защитная маска, социальная дистанция – самые элементарные меры. Но в таких больших помещениях, как вокзал, нужно проводить полную дезинфекцию. Разработаны мероприятия, куда включены усиленная обработка, уборка всех контактных поверхностей здания вокзала с применением дезинфицирующих средств. Проводится проветривание помещений через каждые два часа. Нанесены специальные разметки и навигации для пассажиров, для соблюдения социальной дистанции. Такую профилактику проводят, когда в здании вокзала меньше всего посетителей с 10 вечера до 12 ночи. Каждые два часа сотрудники обрабатывают все контактные поверхности дезинфицирующими средствами. Полную генеральную уборку делают 2-3 раза в месяц. Вагоны тоже под контролем. Обработка проходит за полчаса перед отправлением поезда. Но важно, чтобы и сами пассажиры не забывали о мерах предосторожности. Каждые 15 минут посетителям напоминают о них. В положении пассажиров, в целях выполнения рекомендаций по профилактике распространения вирусных инфекций, обращаю внимание на требования по использованию средств индивидуальной защиты при нахождении пассажирской инфраструктуры, а также о соблюдении социальной дистанции. Обращаю внимание на нанесенную разметку. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. Чувашия в национальном экологическом рейтинге регионов ПФО заняла первое место во Всероссийском седьмое. Большую роль в этом играют сохраненные природные ландшафты, восстановленные леса, чистые реки. В такой ситуации особую тревогу вызывают инвестиционные проекты, в основе которых производство, вызывающее сомнение своей экологичности. Поэтому понятно озабоченные жители Чувашии по поводу строительства животноводческой фермы в Шумерлинском районе. Что думают экологи о проекте «Сычуань Чувашия» в нашем репортаже? Устойчивое развитие сельских территорий – это не только создание новых рабочих мест, экономические росты, благоприятные условия для жизни. Один из важных факторов – экологическое равновесие. По мнению специалистов, именно эта составляющая вызывает беспокойство. Как будет организована система обращения с отходами? Если это проект животноводческого направления, то сразу возникает вопрос с классом опасности тех отходов по степени воздействия на окружающую среду. Известно, что все отходы делятся на пять классов. И продукции животноводства, вернее отходы животноводства – это четвёртый и пятый класс опасности. Есть потенциальная опасность сточных вод для малых рек и водоёмов Чувашской республики. Поэтому сразу возникает вопрос, как будет организация водоотведения для данного хозяйства. И, безусловно, как будет организован вопрос водопотребления из каких рек и из каких водоёмов. Знакомец с проектов, ответов на эти вопросы экологи не получили. Там не прописано, как будет организована утилизация отходов. Ни для кого не секрет, что спуск неочищенных стоков в малые реки позволяют себе и уже действующие предприятия. А что будет, когда заработает китайский проект – неизвестно. Есть вопросы и к организации вентиляционных выбросов. Ведь на фермах испаряется углекислый газ, который создаёт парниковый эффект. Не говоря уже о неприятных запахах от животноводческих комплексов, даже не очень больших размеров. В прошлые годы он витал в воздухе как в Чебоксарах, так и в других населённых пунктах республики. Негатив со стороны населения мощный мы встречаем. И, в принципе, он оправдан. В связи с тем, что, во-первых, не было проведено изначально экологической экспертизы данного проекта. Непонятно, какие будут экологические риски для всего окружающего биоциноза, для всей природы Чувашии. Возможно, здесь в первую очередь ставились именно экономические показатели, какие-то достижения определенных выгод на дальнейшей перспективе. И поэтому, возможно, думалось, что какие-то экологические экспертизы и всё остальное можно будет сделать уже попутно по ходу воплощения данного проекта. На самом деле, конечно, в начале должно быть именно проведение диалога с местным населением, проведение всех непосредственных заключений, а лишь только после этого непосредственного воплощения проекта в жизни. В сети распространены видео о том, что оставляют после себя китайские фермы, как они влияют на природу и экологию в других российских регионах. Не будем оценивать достоверных подобных материалов, но повод задуматься явно есть. Нужна серьёзная проработка всех возможных рисков. Татьяна Молокова, Александр Итиков, Сергей Копеев, Республика. Экоактивисты бьют тревогу по поводу скопления отходов на территории Чебоксарского и Алатарского районов. Дело вмешалось прокуратура Республики. Прокуратура Чебоксарского района внесла в адрес администрации Кшауровского сельского поселения представление с требованием незамедлительно принять меры по ликвидации свалки. В настоящее время участок местности уже очищен от мусора. Что касается свалки отходов, расположенной на территории Чуварлийского сельского поселения Алатарского района, то здесь прокуратура уже была вынуждена обратиться в суд, также с требованием к местной администрации о необходимости проведения работ по очистке территории. Работа по фактической ликвидации данной свалки также находится на контроле органов прокуратуры. Чебоксарская городская детская больница номер 2 получила новый инфекционный стационар. Строительство дополнительного корпуса стало возможным благодаря национальному проекту здравоохранения. В новом трехэтажном корпусе будут лечить детей с инфекционными заболеваниями, требующими изоляции. Современные стандарты предполагают палаты бокса на 1 и 2 койки, душевые, лаборатории, процедурные и отдельное помещение для подготовки инфузионных систем. На приобретение необходимого диагностического оборудования было выделено почти 84 миллиона рублей. Это все необходимо для наших детишек, потому что дети поступают в крайне тяжелом состоянии. Это и менингиты, и пневмонии, и кишечники, и неясные, и бессознания. И родители нам отдают на руки самое дорогое, самое дорогое своих деток. И маму у нас оставляют детей, и мы уже отвечаем за жизнь. В условиях сложной эпидемиологической обстановки объект становится стратегически важным. Благодаря открытию нового корпуса в больнице появились дополнительные 50 коек, приемно-диагностическое отделение и лаборатории срочных анализов. Очень важно, что объект запустили в эксплуатацию в очередной сложный инфекционный период. Очевидно, период ноябрь-декабрь – это традиционно сложный период для системы здравоохранения, потому что в это время себя очень вольготно чувствуют все инфекции. И очевидно, что именно эта больница чувствовала всегда очень серьезное напряжение из-за отсутствия соответствующих мощностей. Теперь маленькие пациенты могут получать своевременную, квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях с использованием передовой медицинской техники. В этом учреждении каждая койка оснащена, по последнему слову, техникой. Она оснащена каждой койкой кислородом, необходимы нынешние условия, как говорится. Может, не говоря и об оснащении лекарств, препаратов и диагностическим оборудованием. То есть, каждая койка на вес золотой. Врачи уже готовы принимать первых пациентов. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Строителям безмолвных рубежей. Российское военно-историческое общество объявило открытый конкурс на разработку лучшего проекта мемориала в память о строителях сурского и казанского оборонительных рубежей. Его собираются установить в Козловском районе, недалеко от села Байгулова. В следующем году исполнится 80 лет с той поры, как в сложных погодных условиях осенью-зимой 1941-1942 годов женщины, старики и подростки создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. Трудовой подвиг стал еще одной героической страницей Великой Отечественной войны. Правительство Республики, научные сотрудники и общественные деятели вышли с инициативой воздвигнуть на территории Чувашии мемориал в честь памятной даты. Всю необходимую для участия информацию можно найти на сайте Российского военно-исторического общества. Работы принимаются с 15 ноября 2020 года по 10 февраля 2021 года. В Чувашском государственном театре юного зрителя состоялась презентация документального фильма «Пусть только истина озаряет имя Сейспеля». Напомним, театр носит имя легендарного поэта. Фильм создан в прошлом году в рамках цикла «Люди-легенды». Он рассказывает о жизни и творчестве выдающегося поэта Чувашия Михаила Сейспеля. Съемочная группа побывала в Крыму и на Украине. Именно там прошли последние годы жизни поэта. На презентации были вручены премии имени Сейспеля. О самом поэте до сих пор известно не так много. Его короткая биография полна тайн и домыслов. По-прежнему главным вопросом остаются так и невыясненные обстоятельства его трагической смерти. «Во всех официальных источниках признано, можно сказать, что Сейспель положил на себя руки. А на самом деле это не так. Есть все доказательства, все свидетельства об обратном. И наша цель была вот это доказать. И зритель самооценит, на самом деле Сейспель погиб в борьбе за справедливость, за хорошую жизнь народа». Семьи при Волжье приглашают принять участие в федеральном конкурсе детских мультфильмов «Ты – это я». Участникам предлагается создать семейное видео, в котором родители и дети расскажут о том, как они проводят время вместе. Какая в семье атмосфера, чем интересуются и что связывает разные поколения. Лучшие работы по достоинству оценит компетентное жюри. А их авторы получат дипломы благодарности и призы. «Хоккейный клуб Чебоксары» на домашнем льду встретился с командой «Красноярские рыси» в рамках первенства высшей хоккейной лиги. «Эта победа стала на счету нашей команды. Девятый подряд слаженная игра и правильно выбранная тактика помогла чебоксарским хоккеистам с самого начала захватить преимущество на льду». После двух забитых шайб ворота противников «Богатыри» продолжили давление. По итогу игра закончилась со счетом 4-1 в пользу хоккейного клуба «Чебоксары». Сейчас команда первая в турнирной таблице. На счету «Богатырей» 26 очков. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok